всем привет с вами дмитрий урсул и в сегодняшнем видео я отвечу на довольно часто задаваемый вопрос особенно от тех кто только-только перешел на лоджик может без другого секвенсора и те кто только начинают познавать музыку первый конечно же вопрос это то как вот быстро менять тональности менять лады если в лоджике какие-то варианты там подсвечивания нужных клавиш такой ну довольно часто вопрос он и в нашем telegram чате очень часто возникает и я уверен вы сталкивались таким вопросом или слышали от кого-то то есть в чем идея в некоторых программах есть действительно такая возможность если вы выбираете некую там тональности шкалу лад точнее в которой вы хотите работать задаете и вам показываются там те клавиши которые вы хотите ну то есть те клавиши которые относятся к этому ладу тональности ладу таким образом там если есть пробелы в теории музыкальной то есть не знаешь там и черный клавиш какие белые клавиши в конкретном ладу в конкретной гамме то вот тебе программа показывает и даже если нажимаешь какую-то соседнюю клавишу то ты как бы не ошибаешься как это обустроено в лоджике то есть это частый вопрос я решил ответить и собственно показать как это работает значит изначально вот я здесь открыл такое кошка который показывает что я нажимаю себя на меди клавиатуре то есть вот возьмем то есть вот я играю но туда и вот здесь эти наверху тоже у нас лоджик показывает какая клавиша сейчас нажимает физически вот если я сейчас запишу что-нибудь сюда допустим по гамме до минор просто ну так пентатоническое движение давайте его сделаем quantize то есть если я например вдруг хочу как-то вот здесь увидеть какие клавиши чтобы пьянорол мне подсказал к сожалению здесь нет такой функции чтобы особенно если вы например планируете мышкой что-то рисовать то вот именно сделать так чтобы вот здесь на вот этой вертикальной нашей клавиатуре здесь подсвечивались каким-то светлым или там закрашивались темным ненужные клавиши здесь такого такой возможности нет но есть вас две возможности одна такая скажем не очень полезная а вторую я оставлю на последок скажем так она будет прям совсем полезная значит вы можете постфактум то есть вы что-то наиграли если вы поняли что вы где-то там блажанули например да вот здесь я сыграл минорную терцию то есть это мне получается до минор а я прям хочу до мажор то постфактум это можно поправить можно выделить ноты и выбрать вот здесь есть пункт скилл кон то есть уже постфактум выбрать какую-то другую тональность или там другой лапу я могу оставить тональность да но вот у меня лад другой и ведь у меня но ты уже поменялись то есть если сейчас поставлю например мейджор то есть это обычный классический мажор то вот вы видите что у меня ноты me перескать перескочили сюда и но то си у меня тоже перескочила на полтона то есть у меня был ми бемоль стал ми обычный здесь тоже и соответственно си был себе моль и стал си бикар то есть таким образом у нас гамма до мажор появилась вместо до минора давайте послушаем а вот как было таким образом можно менять гаммы то есть вы что-то сыграли там где-то может быть ошиблись или не совсем уверенно это является ли сыгранная нота частью нужного лада но то есть вы можете постфактум здесь это подправить если вдруг там вы сомневаетесь и плюс здесь есть довольно интересные лады не самые стандартные да то есть вы можете наиграть просто гамму до мажор и послушать как она бы звучала там в других каких-то вариациях то есть других ладах там лидийский например мажор там бибоп мажор ну то есть и так далее то есть здесь возможности поэкспериментировать но опять же это как бы работает постфактум то есть вам сперва нужно что-то сыграть она может быть немножечко грязная ложного и неправильно и потом уже вы заходите сюда и это как бы исправляете скажем так то есть это был первый метод встречайте самое выгодное предложение специально для вас представляем вам новый пожизненный доступ к базе курсов школы logic pro help причем как уже вышедшим курсом так и к тем которые появятся в будущем все очень просто за 19 990 рублей вы получаете доступ ко всем курсам школы logic pro help здесь и сейчас и да доступ не ограничен никакими временными рамками один платеж полный доступ но это еще не все помимо курсов вы также получите большой набор дополнительного контента такого как пресеты плагины и наборы сэмплов а также бесплатную консультацию с любым из преподавателей нашей школы кстати пожизненный доступ можно также приобрести и в рассрочку не откладывайте обучение на потом начинайте прямо сейчас второй метод второй метод он более скажем так подходящий потому что он изначально вам выдает те ноты которые относятся у нас к нашей гамме и для этого у нас в любом меди инструменте в софтвер инструменте есть пункт midi effects то есть вот здесь вот есть у нас слот для эффектов и здесь есть несколько встроенных эффектов вот одним из них называется транспоузер я сейчас включу у меня здесь уже настроен и как он работает то есть ну здесь можно просто сделать глобальный транспоуз кстати тоже для кого-то это будет полезно то есть если вы например хотите играть гамму до мажора но при этом вам нужно чтобы композиция звучал до диез мажор допустим вы при этом не хотите там лезть на стройку меди клавиатуры или еще что-то менять там или сюда вот есть в инспектор здесь менять на транспоуз вы прям хотите просто играть в реальном времени ну может вы с кем-то импровизируете джимуете в студии то есть вы хотите быстро на дорожке поменять строй там на полтона выше на полтона ниже играть как бы привычный до мажор по первым клавишам но вы чтобы он звучал как до диез мажор то вот здесь можно этим слайдером просто на нужное количество полтонов как бы сдвинуть всю вашу клавиатуру то есть вы будете играть те же клавиши но звучит инструмент озвучивать будет уже там на полтон выше на полтон ниже то есть это первая функция но вторая функция вот как раз по нашей сегодняшней теме это вот этот самый такой скил квантайс только который работает до записи в лоджик то есть тут мы работали с ним как бы уже пост фактум а здесь мы работаем как бы да то есть на вводимые ноты как-то работает то есть узнаете я сейчас здесь специально поставил такой лад который ну довольно далеко от до мажора то есть это другая здесь тональность здесь нас не и еще и необычный мажор а лидийский мажор это ну так для справки это такой же мажор только у него повышена четвертая ступень то есть случае с до мажором это было бы фа диез то есть вы представьте у вас все главиши белые и только фа у вас черная фа диез получается лидийский лад многим довольно известен по теме из симпсонов именно в таком вот и необычном звучании как раз написано вот это заглавная тема ну вот в общем у меня есть клавиши здесь показано то что я играю физически и можно послушать как это звучит то есть вот я играю видите можно услышать что некоторые клавиши звучат одинаково вот то есть я нажимаю ноту фа она звучит как нотами это визе о том что у нас ноты фа в гамме ми мажор лидийский нету здесь собственно это наглядно показано вот кстати это можно использовать как такую еще шпаргалку по ладам то есть если вы хотите самостоятельно играть но вам нужно некий ориентир вот вы можете здесь выбирать тональности выбирать нужный вам лад и видеть какие клавиши вы в принципе можете нажимать в данной тональности то есть но это вот можно сказать такая альтернатива подсветки вот здесь в пианороле может это не так удобно там для тех кто редактирует мышкой то есть там мышкой как-то подсвечивалась вот здесь вот пол полосами она может быть было бы удобнее но вот такой вариант для обучения тоже хороший то есть вы можете здесь сразу увидеть какие ноты вы хотите чтобы нажимались вы конечно вручную здесь можете добавить какую-то конкретную ноту которую вам нужна как проходящая нота то есть здесь видите сразу меняется на юзерский лтусе такая некая нестандартная гамма и теперь у меня нота фа появится но если мы вернемся к исходной лидийской то я нажимаю то же самое у нас получается с ноты джи вот с этой соль ведь у нас они получаются как бы выключены соответственно джи у меня будет звучать как в одесс вот я сейчас обе нажимают обратить внимание вот сюда вот звучит абсолютно одна и та же нота и то же самое у нас здесь то есть и таким образом я могу спокойно играть по любым клавишам и буду уверен что у меня никаких левых клавиш не запишется теперь если захочу это записать давайте попробуем сейчас просто наиграл отключил метроном смотрите сейчас я играл физически клавиши который сам хотел но от ноты да я играл в таком доме норе и видите у меня ноты записались именно те которые я играл но при этом звучат меня совсем другие ноты то есть вот давайте послушаем еще раз а вот послушаем то что я реально наиграл здесь есть как бы скажем так некий компромисс то есть смотря что вам нужно то есть вам нужно чисто звучание но вы там хотите например вспомнить что вы конкретно играли то вы можете оставить все как есть но это к сожалению не очень удобно потому что если вы потом захотите какие-то ноты отредактировать и вам там ваш компаньон или вокалист скажет то знаешь давай там поменяем ноту до 10 на ноту соль 10 но проблема в том что у вас тут совершенно другие ноты да вы слышите вашего там напарник тоже слышит ноту там соли 10 потому что ее инструмент воспроизводит но физически вы не знаете какая из этих нотов он при методом тык определять так вот это у меня соли дес или вот это ну то есть какая-то ближайшая нота в данном случае там соли с у меня может звучать и как соли дес и как ля то есть То есть здесь надо искать мне, может быть, ноту ля где-то в партитуре. Ну, то есть это неудобно. То есть когда у нас здесь отображается на пиано-роле запись оригинальная, то есть то, что я физически играл на клавиатуре, а по факту у нас звучит то, что вот здесь выбрано в транспоузере. Вот, то есть такой некий разрыв происходит с тем, что у нас записано, и с тем, что у нас звучит. То есть в каких-то ситуациях это бывает полезно, когда нужно откатиться, или вы не уверены в том, что вот эти лады, они лучше, если вы хотите сохранить исходную мелодию, может быть. Но зачастую, скорее всего, вам захочется все-таки сделать вид, что вы так и сыграли. То есть вот как вот вам помог транспоузер, так же вы и записали в пиано-ролл. Как это делается? Делается это очень легко. То есть вам нужно просто сказать лоджику, чтобы он воспринимал меди-информацию, точнее записывал вот сюда на дорожку, не напрямую с клавиатуры, а записывал с транспоузера. Для этого мы нажимаем вот здесь на список, и внизу у нас здесь есть пункт Record MIDI Track Here. Мы ставим, здесь появляются вот такие рыжие штучки. И теперь я сейчас запишу какой-нибудь другой. Буду играть то же самое, то есть примерно в тех же нотах, от ноты до, до ми, вот эти все ноты буду играть. И давайте посмотрим, что у нас будет происходить. Как вы видели, в момент записи у меня некоторые ноты дублировались, то есть они прям как двойные записывались. Я специально играл именно эти ноты, потому что они как раз вот те самые спорные ноты, которые лоджик в реальном времени как бы транспонирует к ближайшей ноте из гаммы. Ну точнее не лоджика, а вот этот плагин Transposer. Поэтому в реальном времени я видел, что как бы я и играю, и куда он мне эти ноты транспонирует в реальном времени. И вот теперь у меня здесь в пиано-роле записалось уже то, что мне выдал Transposer. То есть я уже там не совсем помню, какие клавиши я нажимал, но он мне их автоматически привел к нужному значению. И теперь у меня вот здесь в записи записано реально то, что звучит. И даже если я сейчас Transposer отключу, все звучит абсолютно то же самое, потому что именно медиа-информация с Transposer у меня подавалась вот сюда в пиано-роле. Соответственно она же у нас записалась на дорожку. Но это отличается от того, что я играл. Вы кстати можете, я специальную клавиатуру здесь оставил, вы можете, если что, перемотать и еще раз посмотреть, какие конкретно клавиши я нажимал в тот момент, когда у нас записывались вот эти клавиши. Ну, уверен, что вы и так поняли, как это работает. Так что пользуйтесь этим методом. То есть надеюсь, я ответил на вот этот частый вопрос о том, что делать, если там не знаешь гаммы, нужно что-то сыграть. То есть вот вам все такие самые рабочие схемы в Logic, которые можно использовать для того, чтобы играть какие-то конкретные лады, мелодии, гаммы в нужных тональностях. Если вы сами ими не очень владеете, не знаете там какие ключевые знаки, где какие черные клавишки, белые клавиши, то есть вы вот можете пойти на такую хитрость. И как я уже сказал, также можете подсматривать, то есть использовать это как шпаргалку, подсматривать в какой тональности, в каком ладу у нас какие клавиши в принципе используются. То есть такой как некий учебник, это тоже можно использовать. Так что пользуйтесь и обязательно напишите в комментариях, понравилось ли вам это видео и было ли оно вам полезно. Ставьте лайк, если понравилось, мне будет очень приятно. Конечно же подписывайтесь на канал Logic Pro Health, потому что у нас здесь каждое воскресенье выходит новый ролик по Logic, основанный, как правило, на ваших вопросах. Поэтому обязательно задавайте их в нашем Telegram-чате, если не там подписывайтесь. Также ссылка есть в описании на наш закрытый клуб. Просто подаете заявку, и мы вас принимаем. И там уже больше двух тысяч человек нас. Постоянно обмениваемся опытом, работе с Logic. Поэтому следите за новостями. Я там тоже всегда на связи. Самые интересные вопросы и самые частые вопросы я вот записываю в виде таких роликов здесь, которые выходят по воскресеньям на нашем YouTube-канале. Поэтому обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а с вами был Дмитрий Урсул. Увидимся с вами в следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok